Решение У меня нет никакой чертовой паники, Баудрик! Рассказывай все на духу, как на духу, и мы уже сами решим, как воспринимать тобою сказанное. И то верно. Начну по порядку, а именно со столицы в Нерейской войне. Когда мы отступали из нее, мы отступали от костяных слуг некроманта, численность которых нам была неизвестна. Спустя сутки мы получили данные разведки, которые показывали предположительно больше тысячи мертвецов. Было понятно одно. Королевство Розария, помимо нас, все это время также пытались завоевать мертвые. Насчет того, что все завоеванные нами земли остались под контролем парламента, это была ложь. После отступления королевских сил наши воины также покинули захваченные земли и были сосредоточены вдоль всей границы королевств. Наш план был прост. Мы оставляем некроманту завоеванные нами земли, и пока ее жители будут сопротивляться, ибо мы будем искать способы массового уничтожения мертвых тварей. И мы нашли этот способ. Мы начали развивать наше вооружение, делая акцент не на магов и прочих воспитанников магического искусства, а на оружие, способном дать простым воинам серьезное преимущество в победе живых над мертвыми. Однако мятежники узнали местоположение этого оружия и уничтожили его и летом этого года. К счастью, мы уже успели его опробовать, и результаты оказались довольно-таки впечатляющими. Теперь, когда разработка оружия производится полным ходом, нам нужно укреплять стратегически важные позиции королевства, пока это вооружение хватит для полного отражения нападения некроманта. Ну да, ну да. Хотя я сначала посчитал тебя сумасшедшим, но, видимо, не дает мне права сомневаться в твоих словах. У тебя уже есть шаблон плана на победу, но ты не думаешь, что если бы наши люди знали об этом раньше, то могли бы соответствующей подготовиться? Генерал, при всем уважении, поступив так среди воинов, началась бы паника, увеличившая число дезертиров. Парламентская и королевская армия сами по себе сильны, но лидер тех мертвецов, что мы видели, так не считает. Как думаете, как много он сможет поднять мертвых с ныне покойного королевства? Хорошо! Что ты предлагаешь? У нас есть только единственный способ выжить. Нам нужно объединить свои войска в борьбе за наше королевство и за ее жителей. Ваши и наши воины будут вместе противостоять ордам некроманта. Каждый из нас двоих будет руководить своими войсками. Учитывая, что наши с вами преданные королевству командиры совместно подъявили мятеж и смогли бы стоять под окружением мертвых, думаю, мое предложение вполне реалистично. Что скажете? Что я скажу? Что я скажу? Ха-ха-ха! Какой-то сумасшедший некроман собирается уничтожить наше королевство и королеву! А ты еще спрашиваешь, что я об этом думаю? Хотя, признаюсь, есть один нюанс во всем этом. Королева! Тут обсуждать нечего. Я уже понимаю, к чему вы оконите. И как главный представитель правящего парламента, я даю слово, что совет снимет с себя должностные полномочия, и королева получит полную власть, когда будет готова. Что ж, в таком случае я согласен с вами. Королевские войска будут вместе с парламентской армией противостоять некроманту. Это чудесно, господа. Сегодня мы все можем отдохнуть и набраться сил. Завтрашнего дня нам предстоит много совместной работы. Некроманту не удалось развязать конфликт, способный погрузить в хаос жителей этого королевства. Общая беда сплотила враждующие фракции, возможно, ненадолго. Но этого драгоценного времени, может, хватит, чтобы остановить планы безумца. Хватит, наверное. Игра успешно пройдена на одну из концовок. Вы смогли спасти Катаонию от неминуемой гибели. Дальнейшая судьба королевства в руках ее жителей, которым предстоит пережить встречу с теми, кто не знает страха смерти. Я бы сейчас сказал аллилуйя, как в прошлый раз. Дядя, давай титры. Спасибо, что прошли до конца. Но пока я теперь окончательно не убежусь, что все полностью записано, я этого не скажу. Что ж, пришло время долгой, нудной и самой интересной, слышно, неинтересной части. Краткая сводка, обзор этой кампании. В общем, мысли еще более-менее у меня, надеюсь, свежи. Поэтому давайте теперь уже, раз получилось так, тут вкратце пройдемся. Начнем с самого основного. Главные две фундаментальные проблемы этой кампании. Геймплей и баланс. Тут скорее, конечно, тут связующее звено, и баланс вытекает из геймплея. Но давайте по порядку. Баланс это дно кампании, фактически. Его тут нет. Он на 0 из 10, на минус 1 из 10, на минус 11 из 10. Он просто отсутствует. Он отвратителен. Тут очень, очень тяжелый геймплей. Огромные цифры урона у противника. ХП, брони и всего прочего. То есть, такое чувство, будто автор накидал, вау, смотрите. Типа, вот я накидаю этому юниту 20 брони. Это, наверное, будет здорово и круто. Но он совсем не учел, какие последствия, какие резисты будут у этого юнита из-за вот этой цифры. И как долго мучить придется одного юнита в той главе, да? Я говорю про ледяные горы, если что. Накину там, я не знаю, миллион урона, и это будет круто, пафосно, здорово, вообще ништячно и так далее. И при всем при этом, в каждой главе, где есть ИИ, где используется нападение, волна одна и та же. То есть, там состав ее абсолютно не меняется. Одна и та же пачка юнитов. Я говорю про ту же третью главу, говорю про главу 7А, где вам еще надо продержаться. И там, в целом, такая проблема, что у вас есть задача, которую надо выполнить, желательно, как можно скорее, чтобы потом держаться какое-то время. Но вместо этого ты вначале... Приходится тебе уходить в глухую оборону, чтобы как-то иметь возможность потом сосредоточить усилие на этом задании, чтобы потом тебе еще продержаться какое-то время. Это очень бесит, и это буквально растяжение глав. Да тут фактически все главы, они растянуты слишком сильно. Но к этой проблеме мы еще вернемся. В общем, баланс это ложка дегтя. Да какая ложка? Это половник, это ведро дегтя в этой компании. И с этим надо что-то определенно делать. Но это вытекает, в принципе, из главной фундаментальной проблемы — геймплей. Прежде всего, в расе фракций, которые тут есть, это фактически копия альянса, урезанная причем сильно и слегка измененная. Здесь нет уникальных каких-то триггерных способностей. Я и про героев не говорю, если что это все абсолютно дефолтное. Причем нету каких-то способностей, которые бы игрок мог прожимать у юнитов. Тут все либо автокаст, либо пассивки. И получается, что кроме того, что игрок может через А посылать юнитов, он фактически ничего делать не может. Ему просто нечего делать. У него нет каких-то кастеров, например, за которых можно было бы там, не знаю, фаерболы какие-то прожимать, способности какие-то полезные, чтобы они какую-то value вносили в бою. У тебя просто нет. Ты строишь просто то, что наносит урон и все. Учитывая, что, в принципе, 90% компаний вплоть до седьмой главы, у тебя только Т1, Т2 юниты, геймбой максимально скучен и скуден, потому что у тебя нету какого-то спектра юнитов. Лишь в конце открываются какие-то новые боевые единицы, и самые имбовые из них, как ни странно, рыцари в обеих фракции, в одних станы, у других жирное хп, много урона и плюс еще каменная кожа. Ну, то есть резист к урону. И получается, что только более-менее нормальные юниты это рыцари. Нет смысла строить Т1 юнитов пехотинцев, они очень быстро сливаются во все, что, в принципе, есть на карте. Они не наносят урона, они не имеют много хп и при этом стоят дорого. Так что, конечно, лучше построить рыцарей, которые даже не особо-то... даже где-то в полтора раза дороже, чем пехотинец, но при этом они существенно лучше и эффективнее. Есть герои, у которых есть какие-то способности, которые ты иногда прожимаешь, но в большинстве своем это бесполезные способности. И, опять же, половина способностей у каждого героя это пассивки. И поэтому, опять же, весь геймплей в основном связывается к тому, что ты нажимаешь А, иногда пару кнопок каких-то и все. То есть у тебя нету какого-то активного геймплея, все очень скучно, все очень нутно, все очень затянуто. Насчет затянутости. Здесь пустые карты. Огромные причем карты, но они пустые. Ты можешь пробегать от них час, и маловероятно, что ты что-то интересное там найдешь. Здесь мало секретов, здесь мало крипов, здесь мало какой-то активности, которая бы происходила на карте. Ее практически нет. Это огромные пустые карты, которые слегка заланжены. И все, чтобы не казалось, что это одна единая текстура. Но из-за того, что карты пустые тебе так кажется, это не работает. Даже несмотря на то, что ты ланд задекорил, не работает просто это. Карты пустые. Их можно в 3-4 раза уменьшить, чтобы сократить в 2 раза длительность глав. Потому что там буквально ничего не происходит. Но какой смысл в этих гигантских масштабах, если ты 80% времени каждой головой тупо бегаешь? Даже не дерешься, бегаешь. Бегаешь. Бегаешь из точки А в точку Б, в точку С, в точку Д и так далее. Чтобы узнать, есть ли в каждой из этих точек хоть что-то. Но в итоге оказывается, что там нихера нет. Но карта огромная, ты должен как бы ходить и следовать в надежде на то, что тебе что-то попадется. Есть интересные геймплейные решения как бы, но их мало. Вот буквально единицы с теми же вот этими фонтанами и дракониями, где моча льется из-за того, что ты к ним подошел. В общем, испить. Я не знаю, что они там делают, эти герои, но ты получаешь какой-то бонус за то, что к этим местам подошел. Но, опять же, к концу кампании все это заканчивается, обрывается, и больше этого ничего нет. То есть, не хватает какого-то исследований мира в главах, где ты просто играешь за героев. Опять же, проблема в пустых картах. Не хватает каких-то интересных доп-квестов. Их тут практически, в принципе, нет. Ну, в общем, это тоже все довольно-довольно плохо. Ну, я не знаю, что тут еще добавить. Какой-то революционный ИИ, я его тут не увидел. Да, я вижу, что войска строятся и перестраиваются. Возможно, на скриптах написано, блин, всего один тип волны. То есть, там не используется какое-то разнообразие. Да, и учитывая, что сами расы не разнообразны, выходит вот то, что, собственно, выходит. То есть, там нету, допустим, сначала пошло 4 бандита, потом 6 бандитов, потом бандиты с баллистами, да, и так далее. Стабильно одни и те же волны приходят, и это скучно. Ты знаешь, что, в принципе, к тебе придет, нет какой-то последовательности, потому что всего в этой последовательности один элемент. Вообще, в принципе, никакого разнообразия. Дальше. Другая проблема – это предметы героев, которые в начале компании даются. Их было бы неплохо иметь возможность как-то прокачивать, что ли, потому что в начале, окей, еще норм, да, но со временем ты играешь, и они просто как в мертвую груз у тебя. Ты их не можешь выбросить, потому что нет возможности выбросить. И они не улучшаются как-то. Но при этом они становятся бесполезными к концу компании. Ну, их value практически минимальная. Вспомните посох лаур, да? Я им ни разу не воспользовался в последних годах, потому что в этом нет необходимости. У меня аура. И я даже щилкой ее особо не пользуюсь. Блин, на нее тоже две посевки выходят, да. Это, конечно, трындец капец. И особо тоже эти бураны некуда кидать, потому что нету... Вроде бы куча войск, но они не скапливаются так, чтобы ты мог эффективно буран закинуть. У тебя самого куча войск, которые могут попасть под этот буран. И они крибут куда больше, чем противник. И лучше не кастовать, наверное. Тем более тебе иногда надо нон-стопом хилл иметь возможность кастовать. Так что... Да, тут все сложно. Очень... Получается неэффективный набор способностей выходит, потому что ты... Тебе нет возможности прожать все. Половина пассивки причем. И эти пассивки... В большинстве своем ты ими не пользуешься. Ну, вспомните, сколько раз я ультой Лауры воспользовался. Ноль. Она и не пригодилась мне. Ульта новая, она окей. Она полезная, она мощная. Но... Как часто такое скопление противника бывает, что можно задеть как можно большее число? Тоже вопрос. И, наверное, единственная хорошая пассивка... Уууууу... Блин. Хромовник этот, как там его... Аааа, я забыл как его зовут. Фиолетовый, короче. На С... На С как-то его звали. Я забыл. Неважно. Ну, вы поняли о ком речь. Вот у него пассивка на уменьшение защиты, она какой-то выль дает началь, но потом у тебя противники по 10-20 брони. Так что от этой пассивки особо нет смысла, потому что чем ближе, чем выше значение, тем меньше прибавка к резистству идёт. То есть если условно 20 брони минус 4, то ты особо этот минус не ощутишь. А если у противника 0 защиты, то да, там приличная такая прибавка к урону будет от этого. Поэтому, ну как бы да. Ну, тут ещё более-менее есть польза. Окей. Ну, в общем, геймплей слишком сложный для простого игрока. Он слишком затянутый. Да, возможно, там на сложностях что-то есть. Я играл уже на лёгком, в третью главу, и абсолютно никакой разницы не увидел с хардом. Разве что там фора у противника другая, да и всё в принципе. Абсолютно те же волны, те же грейды. И всё то же самое. Оно не меняется никак, не скелится от сложности. Так что, да. В плане баланса, в плане геймплея компания ужасна. Теперь сюжет. Он довольно спорный, много роялей из кустов, какая-то таинственная третья сторона, которая раскрывается кое-как. Если ты пройдёшь на хорошую концовку, всё. То есть тебе надо соблюсти условия, которые никак игрой даже нету намёка на них. То есть тебе надо догадаться впихнуть в Нолана вот этот амулет в третьей главе. В Нолана, а не Лауре отдать это. Потом в четвёртой главе сделать правильный выбор. И лишь потом увидеть, что какие-то последствия это имеет. Но, блин, ты берёшь этот амулет и понимаешь, что это хрень какая-то полная. 99% вероятность, что игроки просто не возьмут его или отдадут Лауре, потому что он хотя бы на разум. И нахера разум Нолану, когда он силовик? Поэтому было бы круто, если бы это был амулет не в виде предмета, например. Знаете, вот тебе амулет формально, но он получил плюс один к разуму и получил какой-то там амулет, он не занимает у тебя слот. Вот и всё. Или, допустим, амулет с кольцом его объединить, да? Это бижутерия какая-то. Ну, вы поняли мою мысль, надеюсь. Это выглядит как безделушка какая-то, с которой хрен знает, что делать и нужна ли она вообще. И вот ради вот этой, так сказать, хорошей концовки, сомнения большие, стоит ли играть, чтобы раскрыть, наконец-таки, личность некроманта. И то, мы конкретно о нём ничего не знаем, лишь и по словам в парламенте. За этим столом что-то раскрывается, что вот, мол, там где-то давным-давно за кадром, когда у нас была война, это всё были не мы, а оказывается некромант. И у него там могучая армия, но мы всё это время молчали. Тут тоже, кстати, большие вопросы, огромные скопления мертвецов бегают по миру, и, в принципе, об этом, кроме парламента, никто не знает. Как по мне, это странно, неужели нет ни шпионов, никого из сторонников королевы, которые бы докладывали бы секретные сведения, собственно, командованию королевских войск. И хотя бы хоть как-то минимально были бы в курсе угрозы нежити. Я, учитывая, получается, сколько там годы прошли с этой войны, они до сих пор, только вот сейчас буквально узнают об угрозе, то это странно. И поворот с Дитрихом тоже непонятный, типа, оказывается, он слуга некроманта, продался, вот абсолютно внезапно, так же это вот, рояль из кустов. Буквально никакой мотивации, ничем это не обусловлено, вот все эти концовки, все вот эти неожиданные повороты в игре. Поэтому это очень спорно. Я здесь какую-то конкретную оценку давать не буду, но это вот лично на мой скромный взгляд. То, что балансы геймплей, это объективно. С сюжетом тут, конечно, все более субъективно уже, каждому как по восприятию зайдет. Вот, так что, блин, даже не знаю, что тут еще я могу по этой кампании сказать. Я, в принципе, обо всех ее минусах высказался. Каких-то конкретных плюсов я здесь не вижу. Выграть это скучно, все затянуто и, собственно, долго получается. Удовольствия особого ты от этого не получаешь. Про персонажа можно сказать. Здесь есть кое-какие плюсы. Я вспомнил имя Слэйн. Слэйн его зовут, этого фиолетового. Вот этот персонаж мне больше всего понравился. Такой, знаете, максимально закрытый, со своей темной историей. Но иногда может прикольно в сарказм. И он даже кое-как раскрывается, открывается нам потихоньку. То есть видно, что персонаж живой. Но он этот типичный, типичный. Ну, вы поняли, кто какой-нибудь там Артис может быть. Или типичный там Боин Королевы Добряк. Такой, знаете, максимально наивный. И вот, честно, я бы больше поверил бы в концовку 7-б. То есть то, что он верит дяде. То, что вот удобная правда перед ним раскрывается. Что это все парламент, туда-сюда. И он в это верит. Хоть он такой борец за справедливость. Но он глуповатый, будем честны. Это, в принципе, но он. Но нет, оказывается, откуда-то у него извининки появляются. Ну, как я понял, как вот этот... Как его звали? Ворчун, короче. Который появляется из ниоткуда, жжет тела. Что, типа, это не амулет, это, типа, ты, как бы... Я не понял ни хера, короче, это амулет или не амулет. То, что он сам догадался, что что-то нечисто. Вот, ну, в общем, мы знаем, что ничего не знаем об этой вещичке в целом. Ну, кстати, можно было бы добавить какую-то историю, наверное, и намек кинуть, что он обладает какими-то мистическими силами, способными влиять на разум или что-то в этом духе. В общем, мне Слэйн больше всего запомнился как персонаж, он самый интересный. Да, парламент, конечно, какие-то свои интрижки там строит. Но, как оказывается, это всё-таки во благо работает, а не во вред. Хотя, кажется, что какую-то свою игру тут парламент определённая играет. А тут в конце дружба, жвачка, мир. С нифига, банально. Ну, одну битву буквально в ней свелись. И, типа, давайте дружить. Сомневаюсь, что кто-то здесь не найдёт свою выгоду. Было бы глупо её не искать. Ну, в общем, это, конечно, спорные моменты сюжета. Здесь можно долго дискутировать и не сказать, что прям это какой-то минус определённый, да. Но сюжет не вызывает какого-то эффекта. Вау, вот это вообще я не ждал. Вот это круто придумано. Ну, абсолютно нет никакой реакции подобного рода у меня. В общем, я не получил удовольствия от компании, если всё это дело прорезюмировать. Конечно, легенды Аркаина похуже будут, потому что там каждая глава сложная абсолютно. Здесь хотя бы проходибельно, несмотря на то, что ты часами в глухой обороне сидишь. Ну, здесь хотя бы обороняться можно, в отличие от Аркаина. Да, но, тем не менее, я не скажу, что эта компания хороша и не порекомендую вам в неё сыграть. Лучше сыграйте, пожалуйста, во что-то другое. Есть более интересные компании. И мой итог, пожалуй, 4 из 10. Не знаю, как автор воспримет это. Он, по-моему, так сказать, ранимый человечек. Настолько, что аж мне в личку на IGN писал. Ну, типа, до меня дошли слышу, что вы прошли эту компанию. Это такой крыш, если честно. Мне ещё никогда про это никто не писал. Вот. Ну, просто я следил за челиком, за тем, какие комментарии он пишет. Там какой-то срач у него с каким-то другим был автором. И лично у меня сформировалось такое мнение насчёт него, что он мало с ЧСВ. Поэтому, скорее всего, это его всё заденет. Он скажет, пошёл нахер, ты не понял ничего. Компания топ, шедевр, навека. И вообще, посмотрел он комменты, людям нравится. Ну, знаете, я много всякого дерьма видел, скажем. И многим людям нравится дерьмо. Они при этом, конечно, не понимают, что это дерьмо. Им достаточно сказать, что это конфетка, и они в это поверят. Но, к сожалению, эта компания скорее дерьмо, чем нет. В общем, теперь, я надеюсь, могу сказать, Алли-у-ля! Я прошёл эту компанию! Наконец-то! Всё, что можно, я завершил. И теперь лишь осталось только это дело. Смонтировать, выложить на канал и забыть, как страшный сон. Больше я об этой компании вспоминать не хочу. Спасибо! Я уже в неё наигрался. Благодарю за просмотр! Благодарю за то, что послушали моё мнение! На этом всё! С вами был Павел Первый! Ставьте лайки! Подписывайтесь на канал! Добавляйте его к себе! Оставляйте комментарии! Включайте колокольчик на Телеграму! Подписывайтесь! Там много всякой интересной инфы! Я выкладываю эксклюзивщики, сникпики! И прочее, прочее! В общем, всё! Теперь, я надеюсь, это записалось! Пожалуйста, только не... Без проблем, чтобы всё было! И увидимся в следующих видосах! Всем пока!